На пресс-конференции Галина Кармалина отметила, что в текущем году инспекции было произведено начисление имущественных налогов на общую сумму 3 миллиарда 355 миллионов рублей. В текущем году инспекцией было сформировано порядка 277 тысяч налоговых уведомлений. Из них 147 тысяч было отправлено Почтой России. Остальные уведомления направлены через сервис Федеральной налоговой службы России, личный кабинет налогоплательщика для физических лиц. Участники конференции обратили внимание журналистов на основные изменения в законодательстве, которые коснулись имущественных налогов. Подробно остановились на снижении налоговой нагрузки на физических лиц. Начиная с налогового периода 2018 года, правом пользоваться вычетом на 6 соток получили многодетные родители. Для них стало возможным уменьшить налоговую базу на кадастровую стоимость 600 квадратных метров в площади одного земельного участка. Если участок 6 соток и меньше, платить налог не нужно. Если превышает 6 соток земельный участок, то налог рассчитывается на оставшуюся площадь. Если один участок принадлежит матери, а другой отцу, то вычет предоставляется на обоих родителей. Многодетным семьям впервые предоставлены дополнительные вычеты по налогу на имущество. Для них кадастровая стоимость уменьшается еще на 5 квадратных метров по одной квартире и комнате и на 7 по одному жилому дому в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка. Теперь предельный рост земельного налога ограничен. По сравнению с предыдущим годом он не может вырасти больше, чем на 10%. Исключение земельные участки предназначены для жилищного строительства. Урегулирован вопрос и об исчислении налога в отношении объектов, прекративших существование, в том числе в результате сноса или уничтожения. Еще одна новация по уплате налогов за 2018 год касается транспорта. Угнанный автомобиль или мотоцикл теперь не облагаются налогом до месяца их возврата владельцу, а не до даты прекращения розыска в связи с истечением срока его проведения. На пресс-конференции участники еще раз напомнили всем, что срок уплаты НДФЛ, как и имущественных налогов, в этом году до 2 декабря.